Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с легендарной личностью, с Марком Голдиным, который является чемпионом мира по бодибилдингу 99-го года. И у меня для вас сюрприз. Он сегодня нам расскажет, как нужно накачивать грудь. Вы постоянно спрашиваете, Наташа, накачать грудь? Наташа, накачать грудь? Самый лучший специалист, это у нас Марк. Сегодня он расскажет, как это сделать, покажет упражнения. И осторожно, это все делается в системе с питанием. И два разных типа девочек, которые существуют. Девочки, которые теряют жир и хотят накачать грудь. И девочки, которые уже сухие, которые в форме и хотят накачать грудь. Это два разных типа и две, как сказать, два разных направления и режим питания. Поэтому, Марк, расскажи, пожалуйста. Вот девчонка, она в теле, так скажем, да? Но хочет все равно подкачать грудь. Что нужно делать для того, чтобы она пришла и подкачала? Что нужно ей кушать до тренировки и после тренировки? Девчонки, привет! Значит так, есть два типа. Есть уже сухая девочка, хочет сделать грудь. Я скажу так сразу. Сделать все возможное. Терпение и желание. Но самое главное, ставить на первый план, ставить режим питания. Идет первый режим питания, потом тренировки, а потом спортивные добавки. Но это по желанию. Значит так, девочки, которые хотят похудеть, в первую очередь надо снизить углеводы. Убрать после обеда, после четырех, убрать полностью сахар. Полностью. Все углеводы, то есть сладкое? Сладкое это вообще надо практически забыть. Углеводы, это сложные углеводы, это крупы, хлеб черный. Извини, перебью. Все дни, когда есть тренировка или вообще в течение нескольких недель? В течение нескольких недель. Вообще, люди, которые предрасположены к полноте, надо углеводы до минимума снизить. То есть углеводы можно кушать с утра. Опять же совмещать с белком. Белок это рыба, яйца, мясо. Мясо любое, ну нежелательное свинино. Если это птица, шкуру снимать. Значит с утра углевод с белком. Перед тренировкой углевод немножко снизить. Опять же белок. После тренировки обязательно белок с простыми углеводами. В простые углеводы это входят салаты, тушеные овощи. В основном все. Фрукты после тренировки желательно снизить. То есть можно оставить цитрусовые киви, ананас хорошо, он работает как сжигатель жира тоже. Ну яблоко, апельсины. То есть где витамин С присутствует побольше, это можно как бы употреблять. Это для тех девочек, которые худеют? Вообще, вообще. А допустим, виноград, бананы, дыня забыть. То есть когда-никогда можно это съесть с утра. Опять же, не надо себе ставить критически, что ничего нельзя сладкого. Можно, можно. Ну с утра. Черный шоколад там, если сильно хочется там мороженое, с утра пожалуйста еще. Чтобы была энергия. Ну как бы ограничивать. Потому что если полностью все исключить, у человека начинается то, что запретно, то это и хочется. Ну вот, значит она поела белок, съела чуть-чуть углеводов, пришла на тренировку. Пришла на тренировку. Все, значит в первую очередь тот человек, который хочет похудеть, он должен спускаться в тренажерный зал. То есть чтобы поддержать мышцы в тонусе. И таким способом выработать свой гликоген. Гликоген это углевод, который перерабатывается в гликоген и заполняется в мышцы. За счет чего мы думаем, ходим, разговариваем. То есть наше движение, это энергия. За счет этой энергии человек тренируется в зале в тренажерном. Таким образом он поддерживает в тонусе мышц. Когда он вырабатывает полностью гликоген на тренировке в течение часа или там 45-15. В зависимости какое было питание до этого. В зависимости сколько он углеводов съел. До тренировки. Ну, это рассчитывать сложно все-таки, нет? Ну, не сложно. Час тренировки нормально. Не больше час тренировки в тренажерном зале. Ну, вот, значит она сначала начинает в тренажерном зале и на аэробную тренировку. И потом, когда она выработала весь гликоген, только тогда, только тогда этот человек переходит на аэробную нагрузку. Аэробная нагрузка делается не менее 20 минут. Кардио. Кардио. Нету гликогена, а энергия нужна. Он начинает брать жировую клетку, топить ее, трансформировать в энергию. Таким образом жировая клетка погибает. Худеет. Человек худеет. Давай, теперь будем накачивать грудную мышцу. Давай сразу придем девчонок, что размер от накачивания мышцы не меняется. Поднимается только, а грудь чуть-чуть приподнимается. Есть масса упражнений на грудь. Но мы сейчас берем упражнение, которое непосредственно только для женщин, для девочек. То есть, все упражнения, все жимы под углом 45 градусов. Я сейчас покажу. То есть, таким образом работает вверх, вверх груди. Эта мышца подтягивает и держит в тонусе. То есть, грудь уже поднимается, и она держится в тонусе. Параллельно, горизонтальное положение, это качается в середине груди. Для девочек она не нужна. Внизу головой это подрезка. Естественно, тоже не нужна. Значит, получается только вот эта мышца. Верхняя часть. Все упражнения под углом 45 градусов. Посмотрите, какой он классный. Посмотрите, какие у него мышцы. Сейчас я вам покажу упражнение. Есть базовые упражнения, есть помогательные упражнения. Да. Готовите, готовите. Смотрите. То есть, лавочка ставится под углом 45 градусов. Да. Руки чуть шире плеч. И работа. Локти разводятся. И как можно максимум в сторону. То есть, вот растягивается грудная клетка вот здесь. Растяжка, да. Грудная. Нажимается. Медленно, значит. Чем шире хват, тем больше работает здесь. Чем уже хват, больше работает в середине. В середине. То есть, я рекомендую средний хват и медленно. Средний хват и медленно. Опускаешь и быстро вытягиваешь. Вот. Опускать все под контролем. То есть, не бросать. Не бросать. Да. Все медленно растянул выше. Растянул как конвейер. Как станок работает. Вот. Она мышца все время в тонусе. Средним хватом. Да. Сколько ты предлагаешь делать? Первый подход обязательно делайте легким весом разогреться. Легкий вес это сколько? Минимально. До 15-20 повторений. 15-20 повторений. А сколько подходов? Потом нагружающих. И, допустим, работаешь с 4 рабочих подхода по 10-12 повторений. Понятно. Но вес надо подобрать самому. Каким образом? Каким образом? Чтобы, допустим, 10-12 раз уже вытягивать с трудом. Угу. Понятно. Я как бы рекомендую начинать с маленьких весов, чтобы поймать технику. Угу. Обязательно концентрироваться на негативной фазе. Что такое негативная фаза? Угу. Это когда мы опускаем. Вот это есть негативная фаза. Вот это есть позитивная фаза. Все в основном работают как? Негатив бросили. Грррр! Позитив. Сконцентрировался. Негатив бросили. Позитив. Это ошибка. Потому что мышца расслабляется, она не идет в тонусе. То есть, когда концентрировался на негативе, вот на негативе, сконцентрировался, негативно опустил, выжил. Негативно опустил, выжил. Мышца все время в работе. Понятно. А скажи, пожалуйста, есть второе упражнение на грудь? Дай, пожалуйста, еще одно упражнение для девчонок. Тут хочу еще подчеркнуть. Здесь максимально, максимально развести лодку в сторону. То есть, растянуть грудную, развести максимально локти. Не опустить вниз. Потому что так работает 30 широчайших. Она работает чисто на грудь. Поэтому локти, вот развод. Развод локтей. Да.